Это фактическое мероприятие. Это конференция, которая посвящена вопросам подготовки кадров. Название у вас есть для обороны промышленного комплекса. Фактически в таком формате это третье заседание. Сначала был круглый стол в 2011 году, который перерос в конференцию 2013. На этой конференции уже рассматривались вопросы экономической и управленческой подготовки инженерных кадров. Как совместить это все. И наконец мы уже вышли на совершенно новый всероссийский уровень, когда в работу конференции включена еще одна секция впервые. Это подготовка военных кадров в грузах гражданского профиля. Я предоставляю слово нашему реактору Константину Михайловичу Иванову. И так, пожалуйста. Спасибо, Вячеслав Иванович. Так, уважаемые гости, уважаемые члены Минзиниума, мне очень приятно открывать сегодняшнюю конференцию. Петербург – это город культуры, искусства, литературы и имеет много разных эпитетов. Но именно 19 ноября на этой неделе, именно такой неприветливой осенью, мы напоминаем всем присутствующим, что Петербург, в том числе и Центр обороны промышленности и подготовки кадров для обороны. В это время мы всегда проводим неделю на руки, уже восьмой год, и считаем, что это одно из самых значимых мероприятий, которое проводится в Петербурге, посвященное подготовке кадров для обороны. В понедельник мы начинали студенческую конференцию, посвященную памятникам ракетных мукиных создателей «Сатаны» и многих ракетных систем, от которых не было защиты. Среди штатов, они не начали, а непосредственно против них присутствовал комитет по промышленности, заместитель председателя, который озвучил, что порядка 40% валового продукта Петербурга – это деятельность промышленных оборонных предприятий. То есть, конечно, мы понимаем, что промышленность в Петербурге должна жить, промышленность является также спертом Петербурга, и особенно высокоинтеллектуальная и оборонная промышленность. Мне очень приятно, что в этот день нас посещают все практически, все, наверное, без исключения, промышленные предприятия Петербурга, оборонные. К нам приезжают гости из практически всех ведущих концернов, «Какая энергия», «ЕССР Шетнева», «Уралвагонзавод», все концерны федерального значения, которые занимаются подготовкой кадров для обороны. Мне очень приятно, что и Комитет по промышленности, который был зампредседателем, первый день часто нам приехала Ирина Юрьевна, исполняет обязанности председателя Комитета по науки высшей школы Петербурга, что нам Петербург уделяет большое внимание. И вот эта конференция, прежде всего, базируется на программе развития военмеха, председательной программе развития вооружений и программе подготовки кадров для обороны. Мы глубоко убеждены, что военмех, созданный как эксклюзивный единственный вуз, нацеленный целиком на оборонную промышленность, у нас 90% специалистов ОПК, заложил основы качественной подготовки кадров для обороны. Мы рассматриваем эту подготовку в трех составляющих, в связи с чем сегодня конференция затем будет распадаться на три таких круглых стола по интересам. Первое, ключевое внимание, мы уделяем контакту с предприятиями. Мы создали огромное количество базовых капитал практически со всеми концернами в области оборонки, со всеми базовыми оборонными предприятиями Петербурга, обладая прекрасной вооруженной базой, работаем с кадровыми службами. И первое направление, это направление качественная подготовка кадров. У нас будет круглый стол, где промышленность обсудит с нами, представителями высшей школы, основные проблемы, подводные камни, которые могут возникнуть в процессе подготовки специалистов. Второе направление, это военное направление. Сегодня проходит круглый стол по военному направлению. ВМЕХ является уникальным вузом, где интегрируется гражданское и военное образование. У нас есть гражданские оборонные направленности, факультеты и кафедры, традиционные, это обычные системы вооружения, космос, ракетстроение, системы управления. Аналогичные специальности есть на военной кафедре, на военно-учебном центре. То есть мы готовим и офицеров запаса по родственным специальностям гражданским, мы готовим кадровых офицеров. И вот это взаимодействие дает возможность преподавателям гражданских специальностей повышать качество подготовки офицеров, представителей военных кафедр читать и военно-учебного центра читать некоторые лекции на гражданских кафедрах. И вот эта интеграция уникальная в рамках нашей страны дает возможность качественно готовить специалистов. О системах оружия мы обычно слышим, когда что-то происходит. Вот сейчас все услышали о БУКе, о Калибре, и наши выпускники делают, Калибр делает, как инноватор, зовут Эмитика Калинина. На Фетербурге генеральный директор Клейн Николай Владимирович, наш выпускник, и он много раз, когда мы с ним встречались, он всегда говорил, что ему стать нормальным ракетчиком помогало не только образование военной мехи, но и то, что он закончил военную кафедру в качестве офицера запаса, как эксплуатации уничтожения. Поэтому второе направление – это развитие военной составляющей военной меха, которая, мне кажется, тоже очень важна и в воспитательных функциях, и непосредственно как подготовка офицеров для нашей страны. Ну и третье направление – это молодежь. Молодежная политика – одно из самых важных направлений современной идеологии, мы внедряемся в баллонский процесс, уже активно прошли, были положительные вехи баллонского процесса, появились некоторые уже вопросы. А вот я тут прочитал одну такую необычную цифру, что страны, активно участвующие в баллонском процессе – это Италия, Испания, вот Юг Европы – обозначили, что у них безработица среди молодежи превысила безработицу людей среднего возраста и достигла 44%. Это опасно и в плане даже развития стран, а это опасно, что растет поколение, которое нигде никогда не работало и пропагандирует образование для себя. Вот чтобы этого не было, мы проводим третью составляющую много лет – школа-вуз-предприятие. Я думаю, что мы единственные в городе этим занимаемся. Мы связываем школьное образование, вузовское образование, преподаватели, пытаясь молодым школьникам, молодым людям внедрить идеологию, что они должны выбирать не только путь, путь или вуз, где они будут учиться, но и выбирать те предприятия, ту профессию, где они смогут работать. То есть должен быть запкнутый цикл. И мы в ММХ очень внимательно относимся к учебному процессу, к дисциплине. Мы считаем, что систематическая работа, которую сейчас критикуют, как раньше, там все с 9 до 5 хотели на работу, это, может быть, было неправильно. Ну, бревно имеет два конца механика, сапроматчик-герой. Ну, понятно, что это тоже были какие-то негативы, но все-таки сторонники сразу прививать умение отрудиться, интерес к будущей профессии. Поэтому третья группа из школы, мус-предприятия, также имеет элементальное значение. Мы очень активно работаем с молодежью. В городе существует клуб космонавтики, который возглавляет выпускник военных. Круп стрелкового оружия. Военно-морская кафедра общается с некоторыми школами, проводя там военно-морские классы и так далее. Вот через это идет подготовка будущих инженеров оборонной промышленности, будущих патриотов страны. Вот такая конференция, это основной формат нашей конференции, ежегодно проходит. Мне очень приятно еще раз обратить внимание, что сегодня очень процентная делегация собралась. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие будет очередным нашим серьезным вкладом в подготовку кадров. И благодарю всех за то, что вы приехали. И открываю с удовольствием сегодняшнее сорвание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется Ирине Юрьевне Ганус, исполняющей обязанности председателя комитета по новой и высшей школе администрации Санкт-Петербурга. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы открываем целую неделю, в рамках которой пройдет порядка 30 мероприятий, организаторами которых является оборудовая власть Санкт-Петербурга, и более 90 различных конференций, различных органов, которые будут проходить во всех местах Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург традиционно считается образовательным центром в нашей стране. Это не секрет. В его территории расположено значительное число образовательных учреждений. И ВМЕХ является действительно лидерным подготовкой кадров для обороны промышленного конкурса. И несомненно, те специалисты, которые осуществляют подготовку ВМЕХ, сегодня, сегодняшний день, находят свою нишу, находятся на работу на промышленных предприятиях не только Санкт-Петербурга и всей страны. Но несомненно, хотелось бы сказать, что подготовка этих кадров напрямую зависит от тех кадровой политики, которые проходят и в самом университете, и тех сотрудников, тех кадров, которые работают в этом университете. Неоднократно профессорский уговорительский состав ВМЕХ участвовал в конкурсах, которые проводят Санкт-Петербург, строительство Санкт-Петербурга, и становился победителем во многих конкурсах, пауреатов и премий Санкт-Петербурга. Значительное число студентов ВМЕХ участвует в различных грантовых конкурсах, которые проводит Комитет по науке высшей школы. И это действительно большой процент победителей среди полутора тысяч молодых исследователей, которые на сегодняшний день поддерживаются из бюджета Санкт-Петербурга. Мне бы хотелось сказать, что Константин Михайлович обратил внимание на то, что благодаря подготовленным к специалистам было разработано на сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс. И те сведения, которые мы с вами уже читали, мне бы хотелось сказать, что мы с вами все петербуржцы и весь мир скорбим о тех событиях, которые произошли недавно. Мы с вами скорбим о тех событиях, которые произошли совсем недавно. И хотелось бы, чтобы те специалисты, которые готовятся в мере и в мире, готовили свои разработки исключительно на науку, на создание новых технологий, на создание новых продукций, которые можно будет использовать исключительно в мирных целях. Я думаю, что эту задачу очень хорошо решают сегодня преподаватели военне, которые занимаются серьезно, воспитательной работой среди студентов. Несомненно, не только подготовкой как высококуривоцированных специалистов, но как достойных жителей нашей планеты, которые созидали бы, а не угрышали, сегодня проводятся как политика, в первую очередь, в Мирмехе и во всех музах Санкт-Петербурга. Я вас поздравляю с открытием науки и образования Санкт-Петербурга и считаю значительным вкладом Мирмеха в начало этой недели науки. Спасибо. Извините, неделя науки длинная. Ирина Юрьевна сказала, что Мирмех неоднократно участвует в различных конкурсах. Вот в четверг прошлый год с ректором были в Смольном, где губернатор Юрий Сергеевич Полтавченко обучил нам первую премию в области качества образовательных государств. Для нас это большое голосование. Слово предоставляется Комарову Михаилу Михайловичу это вице-президент по персоналу и социальной политики у ООО РКК Энергии имени Сергея Павловича Королева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день поздравляем коллеги дорогие друзья я бы хотел поприветствовать первого шага Сергея Михайловича Надеюсь вернется весь профессорский преподавательский состав вашего университета оргкомитет всех представителей Вольмеха это ВУЗ который наше предприятие корпорации аэнергии имеет очень тесные и этапные связи выпускники Воймеха Механического Института в большинстве и степени в настоящий момент очень известные конструкторы организаторы оборонно-промышленного комплекса нашей страны это в полной мере относится и к нашей промышленности как и к космической области много можно называть имен хотелось бы в сторону Георгия Беречко и Сергей Калевым как раз находимся в аудитории имена которые наносят наши работники Андрей Борисенко все работники корпорации можно подчислять еще и еще очень много выпускников которые на разных своих уровнях управления приносят значительный вклад в решение задач стоящих в будущем стране хочу отметить то что мы сегодня на нашей конференции будем отмечать обсуждать вопросы не с чистого листа за нами очень серьезный опыт положительный наше предприятие с вами очень активно и продуктивно работает по федеральной целевой программе подготовки чемпионов кандидатов с 2009 года а в прошлом году был успешно реализован пилотный проект новой кадры сегодня 6 выпускников работают на нашем предприятии и хотелось бы отметить достаточно высокий и ходовый подготовки нам сегодня предстоят абсолютно очень важные вопросы в сфере подготовки кадров в частности как повысить эффективность федеральных целевых программ как наладить в новом формате отношения между предприятием как оперативно менять учебные программы в их вариативной части для того чтобы выпускников можно в дальнейшем предприятия от них доучивать чтобы они приходили подготовлены на их полном объеме в общем как сделать так чтобы вуз был надежным источником комплектования предприятия я полностью согласен с организаторами конференции о том что качество подготовки инженерных кадров это основа национальной безопасности России основа ее конкретной способности экономической и особенно экономической независимости национальной безопасности отношения нашего предприятия нашей отрасли обновленной космической корпорации куда наши бюджеты вошло это обеспечение постоянного независимого и гарантированного присутствия космоса вот те все знают что происходит сейчас в мире это незабываемая ситуация которая резко обострелась это вызов это очень серьезный вызов на который мы можем ответить только одним обеспечить нашу промышленность посуда технологиями а это решение только через качество подготовки карты то есть задача подготовки карты это наимочнейшая задача я думаю что в наших конференциях это разве поможет несет свою пласть в решение этой задачи поэтому я всем нам хочу пожелать первую продуктивную работу по решению этой очень важной задачи спасибо так предоставляется медицей его Владимир Константинович я его немножко представлю Владимир Федорович это наш выпускник образца 1957 года я подчеркиваю мудрость этого человека организатор производства он был секретарем Владимирского комму партии и курировал всю оборонку этого края и одновременно Владимир Статьянович член нашего попечительского совета я с удовольствием урислава Дорогие товарищи друзья я взволнован и счастлив что опять накануне нашего любимого Владимирского праздника дня артиллерии и ракетных войск мы доводим вот эту замечательную уже традиционную конференцию как-то так сложилось, что я, когда учащий военмехи начинал праздновать юбилей военмеха с 25-летия в 55-м году там был праздник не прямой юбилей военно-механического института а все-таки того машиностроительного института который был создан в 30-м году но я принадлежу прежде всего к военмеховцам образца 57-го года как мы оружейники привыкли говорить я сын солдата погибшего под Келезбергом в январе 45-го года отец не дожил 3 месяца до Великой Победы если начало войны я встретил в Уфе, в Башкине и хорошо очень помню этот день я хорошо помню День Победы который я встретил в Ельце тогда еще Орловской Орловской, это мой родной город значит, солнечный праздничный день когда рековал весь город и поэтому, окончив Орловскую школу с Вейданами мы с Юлой Кравченко решили идти в Великой Мех почему? ну, сын солдата должен сделать все чтобы не было больше вот этой жуткой войны и должен сказать, что мы с Юлой во-первых, хорошо окончили я с красным дипломом его имел Юрий, к сожалению, ушедший из жизни возглавлял научное направление в танцмарше по танковой защите стал кандидатом наук в этом премии государственной но в 2001 году уже ушел в жизнь а я еще живу и надеюсь, что отмечу еще и 90-летие в Вейданах без вопросов значит, как-то так сложилось что, имею в виду, что все-таки он уже рассекретил мою 22-летнюю партийную работу начиная с сектора Порткова крупного Орловского завода с правами районного комитета партии потому что было 1150 коммунистов значит, сектора Гавровского горкома 10 лет я был заведующим оборонной промышленности Владимирского коммунистов но потом, с появлением Радмир Степановича Бобовикова известного нам я стал секторем по промышленности курировал всю экономику и по долгам курировал весь огромный коммунистов должен сказать что на нас оказало огромное влияние то, что сложившуюся третью оружейную столицу нашей страны после Туны и ЖЭС потому что те, кто знают и бывали у нас в Калоне там же крупнейшие предприятия завод механический электромеханический ВНИИ сигнал КБ Роматуры который тоже здесь организовал именную аудиторию всех стартовых комплексов обслуживания поэтому я не понаслышке знал все те программы которые занимались значит правительством военно-промышленной комиссией постановлениями ЦК КПСС оборонного отдела когда я регулярно был в разных ипостасях и поэтому значит я очень рад что мне в жизни пришлось пройти под влиянием ревендаунного оборонщика Дмитрия Федоровича Густина начиная на Ковровском заводе свою работу сменным мастером а мы несколько человек туда из 28 приехавших в 1957 год в город Ковров расшедшихся по всем предприятиям значит пошли сменными мастерами и должен сказать что сменным мастером ракетного производства я впервые увидел Дмитрия Федоровича Густина который уже стал после министра обороны промышленности и вооружения стал заместителем председателя и руководителем военно-промышленной комиссии я помню он подошел ко мне значит молодому военеховцу и спрашивает а что ты здесь на этом стенде делаешь я говорю Дмитрия Федоровича я определяю расположение СОПИЛ значит авиационной ракеты К5 по-моему но очень какие то он еще мне вопросы задал и вот это было первое общение и должен сказать что у меня в жизни к сожалению пришлось в трагическом дни для Дмитрия Федоровича потому что в 1984 году в составе нашей областной и кавровской диверации мы проводили его в колонии в последних случаях Дмитрия Федорович будучи 17 лет депутатом Верховного Совета России безвсем в то время по кавровскому избирательному уровню сделал очень многое для развития как производственной научной так и научно-исследовательской базы под его влиянием значит были созданы и в ней сигнал и федеральный лазерный центр Радуга который курил фактически с самого начала который развалил замечательный руководитель и лейтенант Косли значит должен сказать что на встречах и сопровождая Дмитрия Федоровича посмотреть вблизи его работу с народом потому что он был очень незурядный человек вспоминая как он подошел в одном корпусе завода дегтя дегтярева одной работнице плотной коротной которая работала на фрезерном станке коробку авиационной пушки по-моему так у нас работает она тоже вот на этой мартушке которая на фрезерном станке завод который его фрезерном уже задал ей эти же вопросы он говорит а у меня трое детей я довольно работаю я очень ею получаю я нормально муж у меня нормальный не очень выпивает ну в общем он ее даже чуть ли не обнял и распрощался вот видите он очень хотел узнать душу того коллектива где он был у меня немножко разговорился хочу закончить сказать что вот влияние Дмитрий Федорович сохраняется в моей душе в душе того огромного военмеханского братства которое у него слез по всей стране кто еще жив кто трудится значит огромное впечатление я например горд тем что будучи начальником 10 лет ствольного цеха на заводе значит получил первый орден трудового красного знамени в те годы когда легендарный наш оружейник Калашников Михаил Тимофеевич получил ленинскую премию за создание единого пулемета Калашникова ну все оружейники знают что это такое на базе автоматик уже созданного АК-47 вообще-то АК-46 первым создавался вообще-то на базе завода дегтября и кстати сказать КБ арматуры сделал большую мемориальную доску на что здесь Михаил Тимофеевич Калашников при участии двух наших инженеров отрабатывал чертежи будущего легендарного автомата К-47 ну и последнее что я хотел бы сказать три пятилетки тому назад руководствуя одного вуза там он сделал очень правильный шаг при поддержке торгового коллектива и Москвы конечно наш Ленинградский военно-механический институт который стал называться Балтийский государственный технический университет военно-мех имени Дмитрия Федоровича Устинова я очень горжусь что у меня значок попертического совета этого вуза и вот эта аббревиатура БГТУ значит как-то меня натолкнуло на то восстановили БГТУ верно под влиянием нашего президента значит а что такое БГТУ аббревиатуру очень просто для военно-меховцев расшифровывается будь готов к труду и успеху и не случайно очень много военно-меховцев стали космонавтами лауреатами выдающимися конструкторами генеральными директорами многих заводов поэтому я желаю родному вузу преподавательскому и научному составу военно-меха военной кафедре которая меня выпустила лейтенанта флота а последняя запись у меня военной билете которая была подписана министром обороны и мне ее вручил с телеграммой командующей московским военным округом подполковник поэтому я скромный подполковник вам желаю успехов всего самого доброго и хотелось вы товарищи на фоне вот этих трагических событий не забыть что на днях проведя целую серию совещаний в Сочи с военно-промышленным конкурсом с военными Владимир Владимирович Путин подписал программу вооружения на несколько лет Вчера вы все видели значит по телевидению полную трансляцию из центра руководства военных действий когда мы уже кроме калибра с костейского моря задействовали дальнюю авиацию поэтому хочется чтобы и преподавательский состав и военная родная кафедра и те студенты которые наверное еще присутствуют окончили в войне знали что мы должны укреплять оборону страны укреплять ее экономическую мощь сохраняя все те традиции которые сложились в родном войне спасибо это не напоминал свое сообщение 2 фамилии дмитрий федорович юстинов и макал патриевич палахин вот мы с ректором на той неделе были где столицу двор и открывали 2 бьются этим замечательным людям. И очень символично, что в этих торжествах приняли два вуза. Один вуз военно-механический институт имени Дмитрия Федоровича Устинова, а второй и Женский механический институт имени Михаила Калашникова. И все, как всегда, завершилось большими опять чтениями научными. Каждый год там проводится конференция посвященная подготовке к адресу ОПК. У них это уже восьмая конференция. Так что очень приятно, что в оборонных столицах нашей России такие мероприятия регулярно проводятся. И год от года содержание, качество работы становится все выше. Хочу отметить еще одно. Вот это мероприятие еще на круглом столе в 2011 году задумывалось в рамках нашего стола были представители военмеха и фонда культуры и образования, которым руководит Геннадий Николаевич Попов. И в предыдущей конференции, и теперешней, мы в организации ее выступаем как стратегические партнеры. Мы всегда как стратегические партнеры в части и довузовской подготовки, и нас фонд поддерживает и в других начинаниях. Поэтому я хочу предоставить слово Геннадий Николаевичу приветственное. Вот. Спасибо, уважаемые товарищи. Очень важно, действительно, здесь уже было сказано, очень радо, о встречании наших президентов, о действиях наших вооруженных сил в Сирии. Сирийская кампания, когда мы оказываем нашим братскому свежедшему народную помощь, Она уже идет 49 дней. И за эти дни нет ни одной потери. Это очень важно. Это, прежде всего, заслуга, конечно, тех вузов, тех военных предприятий, которые работают на нашу оборудовку. Потому что здесь мы думаем, что это действительно здорово, что наша техника, наше вооружение дает возможность сдать отпор террористам неспотешно и нашего личного состава. Я бы хотел вас поприветствовать и пожелать, конечно, очень хорошего проведения конференции. Почему? Потому что это очень важно для того, чтобы вы даже просто пообщались между собой. И, конечно, мы бы хотели, чтобы вы не только общались между собой, но и дали какие-то материалы свои, которые будут полезны для дальнейшего, в том числе для направления правительства, профильные министерства и комитета. Ну а со своей стороны я хотел бы что сделать? Это, прежде всего, сказать следующее, что, уважаемые товарищи, вы делаете огромное дело, но очень скромное. Вот уже 10 лет информагентство «Псеверная звезда» выпускает газету «Санкт-Петербургский вестник высшей школы». Есть прекрасное интервью. Вот у нас интервью – это генерал-майора Алексея Абвинсова. Но мало кто из вас сотрудничает с газетой. Будьте более интенсивны. Вот предмет, наш давний партнер, уже 10 лет для него поддерживает. И, конечно, я хочу сказать, что, ребята, не стесняйтесь быть положительным примером для подрастающего поколения. Это сейчас для нашей страны очень важно. Всех вам успехов и желаю вам здоровья. Во время перерыва очень хорошие пирожки нам подойдут в законодательное собрание. Спасибо. Докладчики на приветственном слове на преданном председании, видимо, исчерпаны доклады. Поэтому, позвольте мне несколько слов сказать. Мы будем учить результаты военверха для подготовки кадров для обороны промышленного конкурса. Так, и мы будем учить, что мы здесь на рекламе. Так, естественно, мы можем сказать, что мы решали. Значит, вот данные нашего министерства по системе инженерного образования достаточно свежие. Здесь речь о чем идет, что образовательные организации в области инженерии готовят примерно 50% от всего количества обучающих. Этих студентов по инженерным направлениям и специальностям 20% и 40,5% это количество инженерных работников, предприятия инженеров, которые готовятся по бюджету. Ну и здесь, соответственно, программа по колумбиям, регистрации инженерных работников. Следующий слайд. Что здесь следует сказать? Еще недавно, вот здесь тоже проблема подготовки кадров по данным министерству образования и науки. В советское время у нас треть обучалась по программам ПТУ, так назовем условно, все знают эту аббревиатуру. Треть обучалась по программам техникумов, это среднее профессиональное образование, и треть в вузах. И школы, и, значит, примерно каждый школьник уже знал свою нишу и, так сказать, вот свои способности определял свою образовательную траекторию. По данным где-то 2011 года министерство из 10 миллионов обучающихся, 1 миллион условных ПТУ, 2 миллиона техникумов, условных колледжей и 7 миллионов музык. Вот так, без прав. Значит, ну, говорилось уже, что мы активно занимаемся всю жизнь подготовкой кадров для обороны промышленного комплекса. Доля, где-то у нас, вот, ректор сказал, в пределах 90%, это, вот, говорят, цифры и диаграммы. Ну, это по годам прием, динамика приема по специальностям оборонного комплекса. Даже в последнее время мы сделали определенный рывок вперед и в плане перераспределения процентного соотношения. Следующий слайд. Ну, вот здесь доля численности обучающихся по оборонке, так сказать, ну, вот, если в чистую 81, если еще смежно с ними, то, вот, как говорил Константин Михайлович, 90%. Ну, и, соответственно, диаграммы аспирантура, магистратура, специалитет и по голове. Вот, светлым, это все оборонка, то есть маленькие темные пятны. Дальше. Целевой набор, целевой набор, в среднем, постоянно составляет в пределах 40%, и основная доля это гособоронзаказ, который формируется предприятиями через соответствующие высшестоящие ведомства, и потом нам выдается в виде контроля цифры. Ну, здесь вот различные угруппленные группы представлены, тоже, так сказать, далее. Базовые кафедры. Константин Михайлович уже сказал, что мы создаем базовые кафедры только с оборонкой и только с ведущими предприятиями, которые входят в состав ведущих корпораций, значит, концернов и так далее. Ну, вот у нас две кафедры с акционалом, Роскосмос, Климов, объединенная двигатель строительной корпорации, ну, концерн БКО «Алмаз-Анты», это всем понятно, у нас здесь пластер, Северо-Западный региональный центр, Гатар ММС, Малахит, Кирамида. И у нас есть даже базовая кафедра, хотя это немножко противоречит, существующей в нормативной базе БСС Решетнёва. Тем не менее, она нам важна, так же, как и этому предприятию. Единственное исключение – это физико-технический институт имени ОВБ, это академический институт, но он нам привлекателен в части уникальной материальной базы и уникальными специалистами. Эти идеи, значит, мы с удовольствием используем при подготовке специалистов в области нанотехнологии и оптотехники. Далее. Значит, программа «Новые кадры ОВБК». Это углубленно. Есть проекты образовательные, есть проекты на развитие инфраструктуры. Это опции и сведения. На образовательные проекты, значит, предусмотренные из госбюджета на каждого студента 43 тысячи рублей, софинансирование со стороны предприятия не менее 50%, так сказать, а на инфраструктуру, инфраструктурные проекты – это 30-50 миллионов при софинансировании не менее 10%. Далее. Значит, вот в этих проектах «Новые кадры ОВБК» мы в ОСБУСе участвуем уже второй год с момента их образования. В первом году, значит, мы были на пятом месте из 55 участников конкурса, и у нас было 70 проектов на 143 учащихся. Это образовательные проекты. В этом году у нас 44 проекты, 87 учащихся. С чем это связано? Если в первом году мы по согласованию с предприятиями подавали заявки и, значит, практически задействовали весь контингент целевых студентов, то этот год, он уже, программа «Новые кадры ОВБК» и очень большой бульс. В какой части? Она, значит, начинает корректировать как вузы, так и предприятия с точки зрения, значит, вот включения студентов именно в эту программу. Студент может быть целевиком, но он может не быть в этой программе, поскольку не проявил себя достойным образом. И вот этот первый год он показал, что ряд предприятий начинают уже отказываться от ряда студентов, либо просят заменить их, значит, путем подписания новых договоров. И вот это уже результат более качественной работы, и я думаю, что вот этот выпуск уже будет совершенно в другом формате. Ну, будем говорить, что первый год – это пилотный проект. Следующее. Значит, вот те предприятия, с которыми у нас ведется работа по программе кадрового ПК. Здесь есть и Санкт-Петербург, есть и, так сказать, РКК «Энергия», есть и Екатеринбург, и Киров, ВИТЭК, тоже Алмаз, Антей, и Красноярск и так далее. То есть пилотный самый широкий. Что бы хотелось сказать, мы проехали по этому году, въехали в 15-й, и сейчас наша задача с предприятиями – поработать над этими колонками. Это как раз вот те студенты-целевики, которые заключили договора с соответствующими предприятиями. И уже с ними надо заранее провести такую серьезную работу, чтобы конкурсы работы по программе в следующем этапе уже была еще более эффективной. Следующий слайд. Значит, инфраструктурный проект. Если в 2014 году вы участвовали, но не выиграли в инфраструктурный проект, но в этом году, благодаря поддержке предприятий концерта ВКО «Алмаз, Антей», нашему северо-западному центру, всей вот этой мощной бригаде, мы победили в этом конкурсе. И базовое предприятие является конструкторской групп специального машиностроения. Следующий слайд. Но, тем не менее, группа поддержки, вот, так сказать, тут еще куча предприятий «Алмаз», «Алтея», которые действительно рассказали, что этот проект нужен не только предприятиям и конкретно КПСМ, но и другим нашим стратегическим партнерам. Далее, значит, программа «Новый кадровый ПОКО» предполагает обязательность стажировки преподавателей на предприятиях. Вот уже, что у нас выполнено в плане стажировок 2015 и повышения квалификации из 2014 года. Ну, значит, 2015 год, вот, большие объемы с чем связаны? С тем, что мы в этом году очень четко структурировали вот эти все программы, уже, так сказать, с учетом накопленного опыта, ошибок. И здесь уже количество преподавателей, ну, как бы, интегрировали группы, здесь, конечно, будет выше. Далее. Значит, важное направление – это программы дополнительного профессионального образования. То есть мы этим занимаемся, сколько себя помним. Но вот сейчас очень был важный момент, когда уже ДПЛО начало забивать, поддержало правительство, и появилась губернаторская программа «80 плюс 20», когда Санкт-Петербург выделял 80% на любую образовательную программу, которая выиграла, а предприятие доплачивало только 20%. И вот это начинание, оно дало очень сильный толчок новый, когда и предприятия начали активизироваться, и в вузах тоже появились новые интересные образовательные программы в части повышения квалификации и переподготовки. А сейчас, вот, уже второй год, значит, сначала была президентская программа, значит, повышения квалификации инженерно-технических кадров, значит, и сейчас она переросла в статус ведомственной программы, значит, в Италии. Значит, вот, по этой программе мы работали, мы являемся ее активными участниками, вот, с какими предприятиями, вот, сколько человек прошло только по этим программам, по повышению квалификации и переподготовку. Какой здесь нюанс? Первая программа, которая была вот в предыдущем году, самой большой, серьезной проблемой была организация обязательных стажировок за рубежом для военнеда. Еще, когда мы дружили с Украиной, я посмотрел на ГБЮ, генеральному директору, и сказал, что, скажу, Александр Викторович, «прими». Он говорит, «приму». Принял. Приехали назад. И у них написано в удостоверениях, значит, «сборщик трамвая». Это, говорит, у нас легенда. То есть, даже здесь мы никак не могли состыковаться. Мы потом в процессе резко пошли ездить. В другую сторону. И вот выходили из этого положения. И тем не менее, даже в этом году мы организовали стажировки в Германии по, значит, программам «Ансис» пакет. Причем мы стажировались на концерне «Польсвагер», нынче на «ПМПП». Так сказать, у нас специалисты, значит, у нас активно занимаются. Следующие. Значит, ну вот, те предприятия, которые приняли участие и, значит, заявляли нам о необходимости проведения повышения квалификации переподведовки по 2013-2014-2015 году. Значит, ну, здесь динамика, это положительная, далее. Ну, я думаю, что вот на этом спасибо за внимание, как говорится. Спасибо.